О, мужиков работаю, я иногда завидую. Привет! Народ, всем теплый привет и горячий. Здравствуйте! Хоть Xiaomi меня и ненавидят, возможно, не все из вас это знали, я все равно с большим удовольствием продолжаю тратить деньги на их смартфоны. По привычке или в поисках по-настоящему достойных аппаратов пока не разобрался. А с конца апреля этого года и вовсе думал только о том, как бы заполучить их самый топовый и при этом самый дорогой смартфон. Все началось 18 апреля 2023 года. Xiaomi показывает всему миру свой 13 Ultra, что, собственно, не стало неожиданностью, ведь он не первый в линейке. Презентация прошла, все заценили, немного пошумели. Да, красивые, да, лейка, да, безумное железо и потенциал. Но что удивительного, где реальная фора перед лучшими, но уже устаревшими смартфонами из мирового топа? В чем его особенность, куда смотреть? Понятно стало не сразу. А дело в том, что с самого первого дня никто не верил в его фотовозможности. Его чуть ли не уничтожали во всех релизах, рейтингах и статьях. Я в один момент подумал, что это какой-то, знаете, сговор, что это какая-то заранее спланированная кампания. Но все это длилось до тех пор, пока у народа не начали появляться эти трубки на руках. Вот тогда и пошла волна защиты, причем настолько сильная, что даже строптивый до Иксомарк, прошу прощения за упоминание его в суе, начал оправдываться как мальчишка за то, почему он расположил 13 Ultra в глубокой заднице своего списка. В общем, история, как и эта неделя, на самом деле безумно интересная. Поэтому давайте обо всем по порядку и без лишней воды. Поехали! Кто тот человек, который смог для меня достать 13 Ultra, да еще и Limited Edition, по безумно приятной цене? Вы все его знаете. Это Василий. Я просто хочу напомнить, топовые флагманы, премиальные смартфоны, эксклюзивная техника, это то, что Василий сможет для вас достать в кратчайшие сроки. И сделать это, не задавая вопросов. И прикиньте, это доступно и быстро, прямиком из Китая, нам с вами простым смертным. Как найти Василия? У него есть свой телеграм-канал, прикинь близко. Там все контакты, все новинки, анонсы и даже иногда акции. Хочешь 13 Ultra? Просто напиши. Хочешь шоп по Find X6 Pro? Не проблема. Huawei P60 Pro? Да или, блин, Vivo X90 Pro Plus? Главное определиться с цветом, а дальше переходи по ссылке. Кстати, которую я оставил в описании. Переходи, пиши и договаривайся. Надеюсь, это было полезно. От души. Так, ну что, прошло больше 7 дней. Вчера было остаток 11 часов из 168. Я надеюсь, что сегодня мы наконец-то сможем его разблокировать. Да, наконец-то! Мы наконец-то тебя разблокировали. Слушайте, столько ожиданий, столько попыток. Это вы только что посмотрели процесс разблокировки загрузчика. Зачем и почему? Смотрите, как вы уже поняли, у меня 13 Ultra непростой. Это Limited Edition. Его отличие в том, что они просто есть в других цветах. Вот таких вот три цвета. Я увидел оранжевый и такой... Хочу! Но это не суть важна. Главное, что Limited Edition исключительно для китайского рынка. То есть в глобальном рынке их не существует вообще. А значит, я заранее готовился, чтобы придется прошивать. В этом нет ничего страшного. Главное определиться между двумя вариантами. Кастомная, как та же EU-шка, или глобальная, благо глобальная прошивка есть. Так вот, первый вариант, кастом, он реально лучше. Во-первых, работает Android Auto, работает бесконтактная оплата, там человеческая звонилка с записью разговоров, там оптимизированное ядро, там оптимизированная энергоэффективность. Она реально хороша. Единственный нюанс, обновлять нужно через компьютер. А второй вариант, глобалка, где все из вышеперечисленного не работает. Но единственный плюс, обновляется по воздуху. И как вы думаете, что я выбрал? Я выбрал глобал. Хоть меня многие и отговаривали. Все дело в том, я решил, что хочу пользоваться не улучшенной версией этого смартфона, а именно той, которую купит и которой будет пользоваться большинство. Хотя, честно говоря, я вот это делал все еще там почти месяц назад, до тех пор, пока объявили цену глобальной версии. Блин, ну чтобы вы понимали, там практически 1700 долларов она стоит. Этот был взят за почти 1100. Ну это, эта разница, это просто... Ну не считая того, что он очень сильно перевешивает, лежит он, конечно, просто космос в руке. Невероятно круто. Народ, я хочу попробовать вам передать свои эмоции. Если кратко, это один из самых приятных смартфонов, которыми я когда-либо пользовался или просто держал. Причем в его случае он не вытаскивает одним или несколькими инженерными решениями. Он это делает совокупностью всех. Вообще всех. Вот была бы там керамика вместо синтетической кожи, было бы лучше. Вряд ли. Или другая ширина, другой баланс массы, другая стилизация геометрических обрамлений. Нет. Они сделали большой смартфон, который ощущается компактным. Они сделали смартфон, который не с чем сравнить. Это эксперимент, который пока единственный в своем роде. И главное, что я редко чувствую в дорогих смартфонах, это что он лежит в руке так, что ты не боишься его держать, не боишься вырнуть и в принципе пользоваться. Как бы странно это не звучало, но я своим Pixel 7 Pro вот пока в чехол не одел, реально боялся пользоваться. Я постоянно, не осознавая того, знаете, вот доставал, поддерживая второй рукой, пользовался, немножечко вот аккуратно вторую руку так подставлял, а вдруг соскользнет и упадет. Ну, это не есть норма. Кстати, прошивка. Вот если вы меня спросите, как отработал смартфон? Как отработал? И я однозначно отвечу зашибись. Шустрый, безотказный и никаких неприятных сюрпризов. Вообще вопросов нет, что удивительно для глобальной версии MIUI. Походу, команда разработчиков глобальной версии решила, что для своего топового флагмана все-таки можно, не знаю, поработать без обедов. Но, если поставить вопрос по-другому, а происходила ли какая-либо ситуация, которая заставила усомниться, я вам скажу, что одна была. Значит, история в чем? У меня сегодня с самого утра отвалился отпечаток пальца. Ни в какую не хочет. Итак. Бам. Нет. Пароль. Еще раз. Неудачно. 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 Ну и, в общем, вот так все утро. Давайте попробуем решать. Значит, перезагрузка не помогла, но помогло добавить второй отпечаток. И вот со вторым, вторым уже заработало просто отлично. Второй вопрос, который хочется понять, а что вообще может предложить многоэффективный 8 Gen 2, вкупе с аккумулятором объемом 5000 мАч, и оптимизации этой самой глобальной версии MIUI. Ну, вы все и так знаете, я, как и всегда, проверил это на реальном использовании. Как и всегда, мое утро начинается с кофе, из доказательства того, что я не пи***бол. Итак, Xiaomi 13 Ultra. Мы снимаем зарядочки, у нас время 7.46, ровненько 100%, и мы начинаем тест автономности на реальном использовании. Поехали. Ребята, вы зафиксировали. Ну что, этот интересный день подходит к концу. Время 23.22. Цифровое благополучие, не могу выговорить, показывает 5 часов и 5 минут. Вот, я думаю, что... А, остаток-то сколько? 39%. И с этим идем спать и посмотрим, как у нас состоят дела за ночь. Так, ну что, всем доброе утро. Я, как всегда, с кофе, а это значит, что утро начинается с двух вещей. Попытаться проснуться и посмотреть, сколько же у нас тут. Время 7.40, и остаток 35%. Значит, минус 4% за ночь. Ну, могло бы быть и лучше, да? Сегодня был довольно длинный, долгий и скучный рабочий день. Время 4.25, у нас остаток 7%. И за сегодня еще плюс-минус примерно... Сколько у нас цифровое благополучие, если не врет? 2 часа, 4 минуты. Суммарно чуть больше 7 часов. Ну, для всех модулей, постоянно в высокой яркости. Не сказать, что бы много, но приемлемо. Много ли это? Видели и больше. Ну, я, как сказал, это результат довольно усредненный для этого сегмента. Если говорить о какой-то реальности, за всю эту неделю я не испытал ни одной ситуации, когда я такой, блин, вот срочно к розеточке-то подойти? Вот уже как бы надо? Уже просит? Нет. Мне всегда хватало с головой. Я не знаю, как в аппаратах основной 13-й серии, но в Ультра они сделали очень интересный тактильный отклик. Он действительно уникален, но такое ощущение, что каждый раз, когда ты доживаешь тактопку, печатаешь, увеличиваешь громкость или что-то еще, как будто у тебя в руках бьется стекло. Это прикольно и уникально, но не сказал бы, что вот прям то, что надо. Вот положа руку на сердце, вот так вот, народ, я вам скажу, что это максимально странный тип вибраций. Но на пятый-шестой день я сижу и понимаю, блин, а прикольно же. Вот что я гнал на него вот в эти первые два дня? Я привык, мне теперь нравится. А вообще, вы знаете, я же на вибрации дико поверну немного. Ну как немного? Где-то до маразма. И тут главное признать свою неправоту. А вообще, если быть откровенным с вами, то быть уже до конца. Поделюсь с вами своим небольшим косяком и даже сказать невнимательностью. Даже нет, тотальной ошибкой и глупостью, будем честны. Я решил, раз заказываю 13 ультра, то значит, что надо заказать? Кит-комплект, вот который для фото. Да, а чего нет? Я как ребенок посмотрел на эту картинку, где стоит кит-комплект. Увидел рядом объектив лейковский. Не проверяя, не пересматривая, не перечитывая, решил, во, красота. Закажу себе кит-комплект, возьму в аренду объектоз, контента наделаю. И вот ко мне приезжает этот кит, я смотрю у него и до меня доходит. Какой к черту объектив я могу поставить поверх еще одного объектива? Фишай? Объектив же несъемный, блин, как я расстроился, вам не передать. Ну, у Xiaomi же есть мобила такая 12 с ультра, где снимается объектив, ставится другой. И, наверное, на это как бы все и наложилось. Да хрен его знает, уже разбираться не будет. Это другой смартфон, тут я понял, что кит оказался безумно бесполезной штукой. На него максимум можно прикрутить каких-то фотофильтров, таких как поляризаторы для устранения отображения, да и все. Ну, это не стоит того, ну, реально. Xiaomi, вы расстроили Пашку. Кто на что обращает внимание во флагманах, а Пашка уже пятый день, хоть и довольный и счастливый, потому что может нормально поговорить по телефону, просто поговорить. А не догадались в ультра, поставить нормально работающий датчик приближения. Молодцы, ну просто, хоть где-то. Я хочу, чтобы вы понимали, в плане базового функционала, это самый, что ни на есть адекватный смартфон. Вот как должно быть у адекватного смартфона, так у него и есть. Вибрация? То, что надо. Разговорный динамик? Огонь. Датчик приближения? Ну, тут я вообще в шоке. Связь ловит? Прекрасно. GPS не подвел ни в городе, ни за городом. Стерео? Не Туп-5, конечно же, и не Хармен Карден, как в прошлой модели, но для комфортного кино за глаза. Кстати, насчет связи. В данный момент вы видите, как Pixel 7 Pro в 40 километрах от города, а я живу в Минске, это центр, столица, не смог словить ни хрена. Связь вроде есть, а толку нет. Этот момент я снимал на как раз-таки 13 Ultra, который вроде китаец был со мной, а вроде в течение всех суток, что мы там были, показал себя на высшем уровне. Я не придираюсь, нет. Я просто показываю реальность, в которой живу и с которой сталкиваюсь. Вот это вот ошибки от сервиса активации Xiaomi SIM, где не удалось активировать смс-позиционирование, лет уже сколько я знаю Xiaomi. Я когда-нибудь они хоть поменяют название, хотя бы. Но дело не в этом. Если кто-то сомневался, что прошитый китаец на Global, не приходит автообновление, вот вам, пожалуйста, V14-020. Если в нем что-то, что доставило меня порадоваться и усомниться одновременно, хм, вот смотрите, с мощой все понятно. Это 8 Gen 2, самый мощный, самый производительный и самый энергоэффективный на данный момент чипсет для Android-смартфонов. Хотя ненадолго, Gen 3 уже там дышит в затылок. Плюс это скоростная оперативка LPD-R5TX хорошего объема, это безумно быстрая внутренняя память UFS 4.0. И как ни странно, а точнее странно, это удивительно неплохая оптимизация, которая вот просто за глаза. Но дисплей, тут даже в одном ценовом диапазоне все может отличаться. Тут каждый на что гораздо. Причем мы еще с вами люди такие, знаете, которые каждый по-своему цвета видят, оттенки, на каждого чистота по-разному влияет. Если грубо, экран 13 Ultra шикарен. 6,73-дюймовый LTPO AMOLED с отличным разрешением 3200 на 1440, с какой-то безумной плотностью 522 ppi, с поддержкой 1 миллиарда цветов и поддержкой HDR10+, причем реально рабочий, я видел, держу в курсе. Но удивило меня не это. Прикиньте, я только на второй день использования осознал, что у него экран-то водопад. Эти бесы умудрились делать настолько, а, минимальную площадь загнутого края, и, б, почти безупречного эффекта отсутствия этого края, что смотря, пользуясь и проживаясь 13 Ultra, у тебя складывается отчетливое ощущение, что у него плоский экран. Хотя это не так. Я с таким столкнулся впервые. Было опа что-то похожее, но не настолько там, хотя бы сразу было понятно. И могу сказать однозначно, оно того стоит. Заодно и посмотрим на фронталку 13 Ultra. Нормально. Я уверен, многие из вас здесь собрались по одной причине. Фото. Как на самом деле обстоят дела у 13 Ultra с фото возможностями. Я слышал много мнений, я вычитал безумное количество рецензий, и скажу вам, что со многими я не согласен. Во-первых, что нужно понимать? Команда, которая занималась будущими фото возможностями 13 Ultra, я хочу отдать им должное. Они подошли к этому как к определенному виду искусства. Это видно даже в мелочах. Вот правда, от души вам за подход. Давайте идти по факту. Первый слоган презентации звучит так. Наши алгоритмы обработки это другой подход. Здесь нет чересчур насыщенных оттенков или неестественной резкости. А теперь смотрим. Бам! Слева Pixel 7 Pro, справа 13 Ultra. Так, что вы там говорили про отсутствие чересчур насыщенных оттенков? Причем 7 Pro передал цвета вот как в жизни. Вот прям как видит глаз. Хотя забегая вперед, скажу, что итогово 13 Ultra снимает лучше 7 Pro. Вообще, чтобы осознать его потенциал, нужно просто понять, что у него за модуль. Это просто какая-то фантастика. Основной зверюга. Дюймовый сенсор, который подходит для любых условий освещения. С оптической стабилизацией, лазерной фокусировкой, с переменной диафрагмой от 1.9 до 4.0. И с дополнительной калибровкой цветов от лейка. Еще два, тоже с разрешением 50 Мп телевика. Один с 3-двократным оптическим, другой с 5-кратным оптическим зумом. Ну и ширик, это уже на любителя. Я вам скажу так, из этого железа и этих моделей, что стоят в 13 Ultra, можно выжимать фантастический результат. Но не факт, далеко не факт, что это будет с помощью стокового приложения MIUI. Но если говорить о стоковом, здесь и сейчас, ситуация какая? Фото на телевик с оптическим кропом 3.2 хороши. Но только если достаточно света. Как только я оказываюсь в помещении или темных участках улицы, сразу наружу вылезают зернистость и шумы. В принципе, то же самое касается модуля с 5-кратным оптическим кропом. Но тут хотя бы есть на что списать. Хотя вот что первый, что второй, при достаточной освещенности, то и дело доставляло мне удовольствие. Я прям, наверное, из 200 фоток на этой неделе, добрую половину сделал на эти модули. А насчет основного, видите, как там они говорили? А отсутствие неестественной резкости. Но вот при искусственном освещении лучше бы была хоть какая. Тут, конечно, от случая к случаю не приходится. Иногда где-то чуть больше света, вот совсем чуть-чуть, и вроде уже хорошо. Ну, я так и не понял, то ли алгоритм слишком умный, то ли я тупой. Может и то, и то. Но, что меня здесь удивило, как не удивляло ни в каком другом смартфоне, так это портрет. Вы просто посмотрите на этот результат. Нет, на это результатище. Да, да блин, я распечатать эти фотки готов, о чем говорить. Нет, один огрех за все время случился. И вот он, слева. То ли в текстуре волос не разобрался, то ли цвет был похож на фоне, и он загреб его. Не знаю, но он был всего лишь один. И на самом деле, даже при плохом освещении, портрет вытаскивает удивительные кадры. Это, правда, большая редкость. Грубо говоря, есть Oppo Find X6 Pro. Вот его фотовозможности в большинстве своем чуть-чуть лучше 13 Ultra. Где-то они равны, где-то чуть-чуть лучше у Oppo, еще раз как говорил, но портрет. Портрет однозначно лучший у 13 Ultra. И да, мой вам совет. Выключайте к черту это автопереключение модулей. Ужасно бесит. Я, кстати, скидывал свою телегу вам уже этот видос, где мы при приближении 120 с Ultra видим окна дома, фотка, и мы даже можем разглядеть, что там на балконе стоит. Я, как уже и говорил, прикольно побаловаться. Но давайте честно, зачем? По поводу видео. Я не могу сказать, что тут меня что-то удивило больше, чем в S23 Samsung или iPhone 13 Pro. Нет. Да, хороший стаб, неплохое разрешение, приятные цвета. В целом придраться особо не к чему, но и сказать, что над видео старались прям так же, как над фото, я не могу. Учитывая, что у меня совсем недавно был Find X6 Pro, я их детально сравнил и скажу вам, что их видеопотенциал практически идентичен. Хотя 13 Ultra лучше снимает видео на фронталку. Вот тут обидный, но факт. Ах да, вот это, это видео, снятое на X5 Pro, то есть видео, снятое на X5 Pro, так еще и при искусственном так себе освещении. Казалось бы, должно быть хуже, но выглядит очень даже не стыдно. В общем, я считаю, что у него невероятный потенциал, который еще только начал раскрываться. Да, сейчас он не лучше и вряд ли им станет, но дайте ему время, и свой топ-10 он точно займет. В этом я не сомневаюсь. Ну а с видео, а с видео тут, я думаю, останется все как есть. Все оригиналы фото я залил на диск, ссылку оставил в описании. Не, скачивайте, смотрите, сравнивайте, мне ни в коем случае не жалко. А мы тем временем подходим к концу нашей недели. Тебе вообще как? Ты столько видишь смартфонов, усы твоих вручную, столько видишь смартфонов. Посмотри, как тебе Xiaomi 13 Ultra? Что, у тебя своего оружия хватает, да? Ладно, иди к нему. Как-то так, народ. Вы знаете, я давно не произносил этих слов, я даже забыл, как это делается, но давайте попробуем вместе. Этот Xiaomi мне нравится. Первое полдела, это кайфовать от работы смартфона. Но какой бы он ни был мощный, быстрый и безотказный, если ты не кайфуешь от его внешнего вида, если он не доставляет тебе удовольствия от каждодневного использования в руках, если ты ничего не чувствуешь, и он не является продолжением тебя, то херня это, а не выбор. А 13 Ultra закрыл все гештальты. Не идеально, да. Но этого достаточно, чтобы даже мне перейти на него не с компромиссами, а с удовольствием. Ну, это только мое мнение, а вы никого не слушайте. Ни меня, ни еще кого-то на платформе. Максим прислушивайтесь. А мнение у вас должно быть одно. Своё. Готово? Готово. Опа, опа, кто тут ожидает? Кто тут ожидает?